Я приветствую всех жителей Самары и Самарской области. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В прямом эфире на телеканале Самары ГИС вы смотрите программу «Территория права». Говорим сегодня о наследстве, принимаем звонки и вопросы ваши по телефону студии 202-11-22. Ну а сегодня на ваши вопросы и на мои, разумеется, будет отвечать нотариус города Самары Ирина Николаевна Богатырева. Здравствуйте. Добрый вечер. Начнем, пожалуй, с вопросов от телезрителей Ирины Николаевны. Ну и я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире и ждем вопросов от вас. Дозванивайтесь, пожалуйста. Вот такой вопрос задали нам по интернету. Скажите, пожалуйста, может ли человек оформить наследство через 10 лет после вступления права на наследство в силу? Сколько лет действует право на наследство? Ну, немножко вопрос поставлен некорректно. Давайте начнем, наверное, с самого начала. Срок для принятия наследства, то есть, можно ли, 6 месяцев со дня открытия наследства. Поэтому в этот срок необходимо подать заявление для принятия наследства и через 6 месяцев будет выдано свидетельство о праве наследства. Но у нас же есть такие понятия, как фактическое принятие наследства. То есть, человек, допустим, если он проживал вместе с умершим по одному адресу, либо какие-то действия совершил по принятию наследства, по фактическому, допустим, оплачивал налоги, вернул долги, то для него, как бы, этот срок 6-месячный, он закону, ну, как бы, не предусмотрен. То есть, он может обратиться в любое время и докажет, что наследство фактически принял. Далее, если вопрос был задан о том, когда получить свидетельство о праве наследства, можно, то здесь можно ответить, каким образом. Ведь самое главное, необходимо обратиться в срок, который у нас установлен, то есть, 6 месяцев в этот срок. А получить само свидетельство о праве наследства можно в любое время. То есть, самое главное, что сделать? Заявить о себе, подать заявление о принятии наследства. Далее, после окончания 6-месячного срока, человек может в любое время получить свидетельство о праве наследства. Через год, через два, через десять лет. То есть в данной ситуации уже нет никаких ограничений срока. Почему? Потому что наследство ты уже принял. И оно считается уже своим с момента принятия наследства, а не с момента получения свидетельства. Ирина Николаевна, а фактически принявшим наследство считается и считается доказанным в бесспорном порядке даже сам факт совместной прописки. Правильно я понимаю? Ну да, у нас пленум судебный, скажем так, так у нас и постановил, что совместная, ну только нам не прописка, а совместная регистрация и проживание по одному адресу с наследодателем. Там есть еще, скажем так, допустим, какие условия там, если человек, допустим, оплачивал коммунальные платежи, оплатил какие-либо налоги, либо долги наследодателю. Но это нужно сохранить чеки. Естественно, необходимо доказать. Если не нотариус, скажем так, принимает документы и нотариусу наследник не может доказать, что наследство фактически принял, то, соответственно, в данной ситуации возникает спор, обращается в суд. Тогда уже в суде доказывают факт принятия наследства. То есть там уже в суде, скажем так, также либо какие документы предъявляют, либо там какие-либо свидетельские показания, будет уже судебное решение. Если мы с вами говорим, бывают же еще другие случаи, когда, допустим, человек не знал об открытии наследства, да, он пропустил срок. То есть какая там причина уважительная, неуважительная, мы же тоже не знаем, но в любом случае в такой ситуации человек имеет право обратиться в суд для того, чтобы восстановить пропущенный срок. Но для этого он должен доказать, что причина у него была уважительная. То есть либо там была какая-то болезнь, либо то, что он не знал и не мог знать, что наследство открылось. Это уже другая ситуация. То есть это уже решает суд. Может он восстановить срок пропущенного, там возможно восстановление пропущенного срока, либо невозможно. Ирина Николаевна, ну в любом случае в вашей практике были такие случаи, когда, допустим, вы рекомендуете человеку обратиться в суд, вот хотя бы даже за признанием срока пропущенного на принятие наследства. Скажите, пожалуйста, а вот потом уже к вам все равно возвращаются, да? Много ли таких случаев? Я спрашиваю только лишь о том, стоит ли идти за этим и есть ли шанс успешно делать. Нет, ну если человек действительно пропустил срок, потому что он не знал и не мог знать об этом, конечно, скажем так, и действительно причина уважительная, там либо какая-то болезнь, которая не позволяла ему это сделать, конечно, суд вынесет решение уже в пользу этого гражданина. Но в любом случае это решает суд, как бы не я. Ситуации бывают разные. Сказать, что таких обращений много, я тоже не могу, но такие обращения действительно бывают, да? Есть люди, которые пропускают срок, и решения судов тоже разные, потому что, допустим, ведь есть, которые обратились, говорят, да, мы знали, что открылось наследство, а почему не обратились? Ну, не знаю, не могут объяснить. А время там прошло год или два или три, то есть бывает и отрицательное решение суда, естественно. Но здесь в любом случае, когда судебный спор, то здесь решает суд уже, какая причина уважительная, то есть есть ли возможность вынести такое решение. И, опять же, допустим, решение суда, когда обращаются, там, допустим, восстановить срок, тогда, естественно, гражданин, запомнил, возвращается в нотариальную контору для оформления наследства. Некоторые, скажем так, обращаются в суд за восстановлением срока и сразу о признании права за собой, то есть как бы такое сложное обращение. Но там тоже также решается вопрос, рассматриваются факты, которые гражданин предъявляет о возможности, и суд выносит уже решение. Спасибо большое. 202-11-22. Телефоны периодически появляются на ваших экранах. Уважаемые телезрители, дозванивайтесь, пожалуйста. У вас есть возможность сейчас в прямом эфире задать вопрос нотариус города Самары Ирине Николаевне Богатыреву по наследству, по завещанию, по брачному договору. Ну вот, если вам сейчас нужна консультация нотариуса, поэтому дозванивайтесь к нам в программу «Территория права» и задавайте вопросы свои. Продолжаем разговор. Ирина Николаевна, квартира приватизированная. Вписывались четыре человека. Отец, мать, я и сестра. Мать недавно умерла, квартира была на ее имя. Какие нужны документы и что нужно написать за заявление, чтобы квартира была правильно разделена? Наследство на квартиру не составлялось. Возможно ли, что квартиру полностью заберет отец? Заранее вас благодарят за ответ. Значит, если они участвовали все четверо в приватизации, значит, у них у каждого по одной четвертой доле. Если мама не оставила завещание, наследниками являются они все в равных долях. То есть, эта одна четвертая доля должна поделиться между супругом и детьми. Так как квартира была приватизирована, то в данной ситуации у супруга нет никаких дополнительных прав. Когда мы говорим о супружеской доле, мы с вами неоднократно говорили, когда квартир приобретается, то там совместная собственность, выделяется отдельная доля супруга. В данной ситуации здесь такая доля выдаляться не будет. Почему? То есть, спальная квартира была приватизирована? Потому что она была приватизирована, была передана бесплатно в собственности всей семьи, каждому по одной четвертой доле. Соответственно, необходимо обратиться в нотариальную контору до истечения 6-месячного срока, подать заявление. Если их мама не составила завещание ни в чью пользу, то эта доля разделится поровну в равных долях между отцом и, соответственно, дочерями. Ирина Николаевна, но мы же не знаем, когда была приватизирована квартира и сколько было лет на момент детям. Это не имеет значения. Доля уже определена изначально при приватизации, поэтому у матери 1,4 доля, соответственно, она входит в состав наследства. Спасибо. Следующий вопрос. Отец живет один в однокомнатной квартире, она является его собственностью. Больше там никто не прописан. Я живу в другом месте. Мой отец хочет написать завещание на квартиру в мою пользу. Какая примерная форма завещания, какие необходимо указать реквизиты, документы принести к нотариусу, сколько стоит услуга нотариуса по заверению завещания. У моего отца есть еще и сына другого брата, брака, совершеннолетний. Он проживает в другом месте. Также у моего отца есть сестра, проживающая отдельно. Мой отец хочет завещать квартиру только на мое имя. Как это сделать? Вот сразу несколько вопросов. Начнем по порядку, чтобы у нас отсекать вопросы параллельные. Давайте начнем с того, кто у нас является наследником первой очереди. То есть наследник первой очереди, это мы всегда говорим, супруги, дети, родители. Соответственно, если есть дети, то сестра у нас наследник второй очереди. О ней мы вообще не говорим ни в каком случае. Только это может быть в том случае, если дети откажутся от наследства в ее пользу. Здесь они собираются? Я думаю, что они не собираются отказываться. Далее, по поводу составления завещания. Для этого надо обратиться в нотариальную контору. Форма завещания, она нотариальная, письменная. Обратиться к нотариусу, рассказать, что хотят написать в завещании, допустим. И, соответственно, уже исходя из этого, нотариусу оставит завещание. Для того, чтобы завещание оформить, должен обратиться гражданин со своим паспортом. Соответственно, он должен знать фамилию, имя, дату рождения, того, кому он намерен сделать завещание. но желательно принести с собой документы на квартиру. В принципе, их можно не приносить. Почему говорю желательно? Для того, чтобы, во-первых, правильно прописать, указать это имущество. Посмотреть, целое ли это имущество, либо это доля какого-либо имущества. Задать вопросы по поводу того, есть ли супруга, есть ли, скажем так, право собственности супруги. Все для того, чтобы правильно написать завещание. Соответственно, в завещании указывается, если, допустим, оно составляется только на квартиру, то там будет указано, что такая-то квартира завещается дочери, ее фамилия, имя и имя, и дата рождения указывается полностью. То есть число, месяц и год рождения. Другие данные не указываются. Почему? Потому что, допустим, если указать паспорт, то он может поменяться в любое время, в случае потери или достижения возраста. А дата рождения, как бы, она у нас уже неизменна. Если дочь поменяет фамилию и выйдет замуж, то для этого есть свидетельство о браке, где будет написано, какая у нее была фамилия до брака и какая она стала после брака. Вот, поэтому в данной ситуации, вот, как надо прийти к нотариусу, и сказать о том, что хотят написать в завещании. Если это завещание без указания квартиры, а просто на все имущество, какое принадлежит, тогда, соответственно, просто указывается, что все мое там движимое, либо недвижимое имущество завещается, дочери, ее данные. Вот таким вот образом. По поводу сына, который есть. Но здесь только можно добавить, что? О том, что чем ограничивается завещание. Это как раз обязательная доля в наследстве. Поэтому завещание, если будет написано, у сына будет право на обязательную долю в том случае, если он достигнет возраста 60 лет, либо он будет инвалидом на момент открытия наследства. Если этого не будет, тогда завещание полностью вступит в тело. Спасибо большое, Ирина. У нас есть звонок. Мы слушаем ваш вопрос. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. По поводу завещания, да, я с вами согласна. Здесь намного тяжелее, потому что ваша племянница имеет право на преимущественную покупку. Необходимо ее сначала известить о том, что вы намерены продать долю. Если она вступала в наследство, допустим, то ее данные, местонахождение, как бы должны быть в наследственном деле. Если она, скажем так... Нет, ну если она оформляла когда наследство, то, допустим, возможно, она знает там, где она жила сама, она совладелец-то. Вот. В данной ситуации каким образом поступают, когда намерены продать? То есть, по идее, вторую совладелец, он должен также быть участвовать в снижении квартиры, да, то есть оплачивать какие-либо там налоги и все прочее. То есть, по идее, она должна была оставить свой адрес для того, чтобы с ней общались, сообщали там ей об оплате каких-либо платежей и все прочее. Если не знает человек. Если не знает, то практика-то сложилась таким образом. То есть, извещают ее по местонахождению недвижимого имущества. То есть, вот принадлежит ей доля 1,6, то есть, по этому адресу ее и будут извещать. То есть, себе же написать, да, соседу? Ну, не совсем себе, зачем? Не себе, а соседу по этому адресу. И в это письмо отправляется через почту, доказное письмо. Оно хранится на почте целый месяц, пока его не получат. Если его никто не получает, соответственно, оно возвращается либо в нотариус, если это нотариус делает, либо она возвращается как раз вот этому совладельцу. И в данной ситуации, как у нас по закону, если человек известил, как бы он выполнил свои обязанности, а то, что тот совладелец не желает получать письма по какой-либо причине, зависящей от него, то это как бы уже его проблемы. И дальше можно уже что-либо делать с квартирой. Но опять же, надо смотреть, вот прозвучал вопрос, что это трехкомнатная квартира. То есть, если есть возможность как-то определить порядок пользования для того, чтобы не было потом споров по долям и прочее, прочее. Поэтому, в принципе, выходы есть, либо уже, в коем случае, обращаться в суд. Но в любом случае, как бы такой дельный совет через нотариуса отправить это письмо. Ну да, необходимо ознакомить с документами, для того, чтобы нотариус посмотрел, какая доля, в какой квартире, возможно ли продажа. Ведь дело в том, что мы сейчас все говорим о микродолях, которые как бы невозможно ими пользоваться, и что будет идти от этих микродолей. Но здесь у женщины доля две третьих. И если, скажем так, есть две комнаты в квартире, либо комната, позволяющая определить порядок пользования на эти доли, то, в принципе, вопрос можно, конечно, решить. Спасибо большое. 202-11-22, телефоны в студии. Дозванивайтесь, пожалуйста, уважаемые телезрители, о наследстве, о завещании. Обращены в договоре. Принимаем вопросы все, касаемые нотариально, конечно же, действия. Но периодически на наших экранах появляется телефонный сайт Нотариальной палаты Самарской области, где консультанты в рабочее время обязательно подскажут ответы на все ваши вопросы. Но, опять же, нужно звонить только в рабочее время. Ну, а сейчас мы принимаем звонки 202-11-22. Ирина Николаевна, вот такой вопрос. Отец... Да. Значит, после смерти одинокого хозяина квартиры его ближайшими родственниками оказались трое двоюродных братьев и сестер. Однако при попытке договориться о разделе имущества покойного в равных долях один из наследников стал утверждать, что квартира подписана на него. При этом он категорически отказывается представить какие-то документы, дарственные завещания, доказательства своих слов. Как узнать истину в этом вопросе? Должны же подобные документы где-то регистрироваться, куда-то предъявляться? Заранее благодарен Алексей. Ну, здесь необходимо, во-первых, знать, что же было оформлено. Если было завещание, это одна ситуация. Если была квартира подарена, то другая ситуация. То есть начнем давайте с дарения. То есть если был совершен акт дарения, то есть заключенный договор дарения, то, соответственно, переход права должен был произойти и зарегистрированный в органы государственной регистрации. Поэтому можно начать с чего? Можно заказать выписку в МФЦ на квартиру. То есть будут эти сведения открыты. Там будет указана квартира и кто владелец квартиры. Сразу будет видно, кому квартира принадлежит. То есть, если подарили, то собственник другой? Да, там сразу будет видно, что собственник квартиры, а не наследодатель. Если собственник квартиры, а наследодатель, значит, надо идти тогда куда? В нотариальную контору. В нотариальную контору подавать заявление о принятии наследства. При открытии наследства нотариус обязан запросить сведения о завещании. То есть, в любом случае, у нас сейчас система, единый реестр завещаний, нотариус в силу закона обязан это сделать. Поэтому нотариус делает запрос в единую систему завещаний. Если завещание было оформлено, то, естественно, нотариус получит сведения об этом, запросят завещание. Если завещание сделано в их пользу, то их ознакомят с этим завещанием, покажут им его, прочитают. Если будет сделано завещание не в их пользу, то, соответственно, им скажут, что завещание сделано не в вашу пользу, а сделано в пользу Иванова Петрова. Извините, вы наследником здесь не являетесь. Ирина Николаевна, ну вы же ведь неоднократно говорили, что нужно предъявить свидетельство о смерти. Естественно, естественно. Ну а если его нет? Или не показывают, не дают и так далее? Нет, дело в том, что свидетельство о смерти можно получить повторное. То есть наследники могут получить свидетельство о смерти. Если это племянники, то они наследуют только в том случае, если умерли их родители. То есть по праву представления. То есть в любом случае они должны подтвердить всю цепочку родственных отношений. То есть свидетельство о рождении умершего, свидетельство о рождении своих родителей. или если меняли фамилию, свидетельство о браке, свидетельство о смерти, то есть всю цепочку. Если они предъявляют это в органы ЗАГС, то, соответственно, они могут получить повторное свидетельство о смерти, и все проблемы будут решены. То есть законно им выйдут? Конечно, да. А нотариус, в свою очередь, подскажет цепочку документов, которые нужно предоставить? Ну, если они сами сомневаются в этой цепочке, то, естественно, нотариус подскажет, какие документы необходимо для ЗАГС предоставить. Спасибо. Следующий вопрос. Помогите решить, спрашивают. «После смерти моего сына и его жены я получила право собственности на 1 четвертую долю в принадлежащей им приватизированной квартире. 3 четвертых доли невестки – выморочное имущество. Могу ли я выкупить эту долю у государства по такой стоимости, какие существуют нормативные акты?» Вот такой вопрос. Ну, вопрос немножечко не к нам. Дело в том, что если это выморочное имущество недвижимое, то оно поступает у нас в муниципальный орган. То есть здесь у нас в Самаритим занимается Департамент по управлению имуществом. То есть необходимо обращаться туда с заявлением о том, что желают выкупить эту долю. То есть сначала туда, потом уже… А дальше там уже все будет решаться, да, возможно это выкупить, может ли она купить, по какой цене, там есть же нормативные какие-то документы. Поэтому в любом случае обращаться на Департамент. Спасибо. Продолжаем принимать ваши звонки. Если вдруг ли не занята, дозванивайтесь, пожалуйста. Телефон у нас многоканальный. И обязательно ваш вопрос попадет к нам сегодня в эфир. Но, пожалуйста, вопросы задавайте по теме именно нотариального характера. Ирина Николаевна, вот такой вопрос. Мой отец умер пять месяцев назад, у него была вторая семья. В завещании указана моя доля имущества. Мне показали завещание в день похорон. А он сразу после вдаваться уехал к родственникам, и я не знаю, как с ней связаться. Какие действия нужно совершить для принятия наследства, пока не прошел срок? Спасибо. Ну, данный вопрос перекликается к предыдущему. Да. То есть необходимо обратиться в нотариальную контору до течения шести месяцев. Для того, чтобы получить полные сведения, там, допустим, о имуществе, либо о завещании, необходимо иметь на руках свидетельство о смерти. Если его нет, значит, взяв свое свидетельство о рождении, пойти в органы ЗАГС, получить свидетельство о смерти повторное, и прийти в нотариальную контору. Заявить о себе, и дальше будут все действия выполнены. Спасибо. Принимаем звонок. У нас есть дозвонившийся телезритель. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, нужно мне... Алло. Да, да, говорите. Нужно мне здесь... Нужно ли мне сделать завещание, если у меня есть дочь и внук? А также у меня есть не здесь, не в Самаре, а в Сибири есть сестры и племянники. А вы кому хотели оставить ваше имущество? Дочери, дочери и внуку, они... У нас все хорошо, нормально, мы можем хоть кому. Дочери я оставлю. У вас только одна дочь, других детей у вас нет? Никого больше нет. Больше никого нет. А внук у вас от дочери? Внук от дочери, все законно от дочери. Понятно. Мужа нет у нее, так что претендовать некому. Ну вот смотрите, мы уже тоже говорили об этом. Наследники в первую очередь – это дети, супруги, родители. Если у вас только одна дочь, она ваша наследница по закону, вам завещание делать совершенно не обязательно. Ваши родные сестры – это наследники второй очереди, они могут только в том случае наследовать, если ваша дочь откажется в их пользу, если бы, не дай бог, не будет у вас наследников в первой очереди. А так ваша законная наследница – ваша дочь, она наследница в первой очереди, и поэтому здесь сделать завещание совершенно не обязательно. Потому что порядок оформления – он тот же самый, те же самые 6 месяцев. Также обращаться в нотариальную контору необходимо. Поэтому можно спокойно жить дальше и не беспокоиться о завещании. Спасибо большое, Ирина Николаевна. Время в программе у нас есть, уважаемые телезрители. Дозвоните, пожалуйста. 202-11-22, телефонная студия работает. Вопрос задавайте, и, конечно, на него ответит моя сегодняшняя гость. Ирина Николаевна, вот такой следующий вопрос. После смерти родителя по завещанию было оставлено недвижимое имущество сыну. Находясь в тяжелом психологическом состоянии, он подписал отказ от наследства в пользу тети. Возможно ли вернуть наследство в судебном порядке законному наследнику? Обратиться в суд, он имеет право, естественно, а дальше будет доказывать в суде, в чем заключалось его состояние тяжелое психологическое. Если он докажет, там действительно, что были какие-то основания для признания его, что он находился в таком состоянии, тогда, естественно, суд примет решение. Но здесь решает уже только суд. Только суд. Обратиться в суд можно, конечно, да. Спасибо. Есть звонок у нас на линии, мы слушаем ваш вопрос. Здравствуйте, уважаемый телезритель. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. А мне хотелось бы узнать, как делится творческое наследие, допустим, художника, скульптора? Очень хороший вопрос. Спасибо. Пример, может быть, приведете, если не секрет? Какой пример? Ну, что вы хотите... Что хотите поделить. Да, поделить, что хотите, конкретно. Вот художник имеет свою мастерскую, у него там находятся его творческие работы. Как они могут быть разделены между его женой, бывшими женами его или там детьми от предыдущих браков? Как это вообще делается? Спасибо, вопрос интересный. Вопрос интересный, да. Даже он такой, достаточно большой. Здесь для этого лучше прийти в принципиантериальную контору, получить, скажем так, консультацию. Ну, давайте мы с вами сразу... Человек дозвонился, Ирина Николаевна. Сразу отсечем, во-первых, бывших жен, они у нас наследниками не являются. Единственное, только если какое-то имущество было в период брака, там, какие-то доходы в период брака, тогда она может претендовать на это. А так наследником, естественно, являются супруга и, соответственно, дети. Законные на момент... Ну, находящиеся, да, в браке на момент открытия наследства. Вот. Соответственно, у нас не наследуется что? Не наследуется имя, так как это принадлежит, естественно, художнику. Сами картины, как объекты физические, естественно, они наследуются. Вот. В данной ситуации являются наследниками супруга и дети. Если мы с вами говорим о доходе, который, допустим, могут... Которые поступают от гонорара, допустим, да, то здесь есть, там тоже возникает право собственности супруги, возникают на денежные средства какие-либо... На доходы оформляются. Естественно, на картины, как таковые, на объект, где право собственности не возникает. То есть они наследники в равнодалях на имущество, на конкретно эти картины, как вот объекты. Вот. Поэтому в данной ситуации, да, необходимо обратиться также в интервью контору. То есть обратиться жене. Жене, детям. Если на момент вступления в наследство был официальный брак. Естественно. Супруги, да. Но, опять же, на ней необходимо... На что обратить внимание? Есть художник, есть картины, да. Но ведь мы же не знаем, допустим, вот данная картина этого художника находится на нем в мастерской, либо нет. Поэтому, как мы говорим о книгах, во-первых, должно быть авторское право как-то зарегистрировано. У нас есть российское авторское общество, РАУ, так называемое, есть другие еще, где как бы регистрируются произведения. Поэтому, скажем так, если эти произведения были зарегистрированы официально, тогда, да, они подлежат наследованию. А что значит зарегистрирование, Рея Николаевна? Я художник. Ну, вы приходите в квартиру, да, допустим. Я поставила, расписалась. Ну, вот это один, скажем так, из подтверждающих факторов ваша подпись. Ну, вот, допустим, открылось наследство, да, вызывают нотариуса, допустим, вот в эту мастерскую для описи наследственного имущества. Я прихожу, висят картины. Извините меня, как я определю, если у меня на них подписи нет или еще чего-то, чьи это картины? По идее, если художник рисует картины, которые как бы уже имеют там имя и все прочее, то они все свои авторские права регистрируют в любом случае. То есть это, скажем так, если невозможно, скажем так, определить, нотариус не может, какие-то вопросы возникают, соответственно, там делаются запросы необходимые тогда, только уже решение суда, опять же. Как бывает у нас сейчас, допустим, когда в квартире находятся какие-либо старинные вещи, там, старинные иконы или еще что-то, которые не покупаются, а по наследству передаются, да, и порой, допустим, просят выдать там свидетельство о праве наследства. Каким образом нотариус может выдать, если он не знает? Да, она передается из поколения в поколение, допустим, там, семейные реликвии, но для того, чтобы выдать такое свидетельство, значит, нотариус необходим какой-либо документ, подтверждающий этот факт. Вот, поэтому в данной ситуации, да, подпись на картине, да, как подпись, да, как рукопись, которая как-то там осталась, вот, скажем так, это объект наследия, да, понятно. Но если какие-то споры возникают, то только судебный спор. Спасибо. У нас есть еще один звонок, мы слушаем вопрос, вопрос ваш, здравствуйте. Говорите. Алло. Да, слушаем ваш вопрос, здравствуйте. Здравствуйте. Да, говорите. Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот такой у меня вопрос. Вы наслышите? Да, да, по наследству, пожалуйста. Значит, это про племянника спрошу. В общем, квартира была зимой, значит, от матери. Потом он женился, эту жену к себе прописал и ее приватизацию включил. Имеет ли право, а, приватизацию сделала общая, общая долевая. Имеет ли право жена, если они расходятся, значит, на квартиру на эту? Если супруга участвовала в приватизации, то у нее она имеет право на ту долю, которая, соответственно, указана в документе, да. Так как она была зарегистрирована на приватизацию, была оформлена на всех членов семьи, то, соответственно, она имеет право на ту долю, которая указана у нее в документе. Спасибо. Я думаю, что ответ, да, конечно же, понятен. Есть у нас еще совсем немного времени, и если вы позвоните к нам сейчас, уважаемые телезрители, то обязательно ваш вопрос попадет к нам сегодня в эфир, дозванивайтесь. Очень просят не оставить без внимания вопрос. Бабушка живет в частном неоформленном собственном доме, в котором кроме нее прописана только я, внучка со стороны дочери. У моей бабушки двое детей, сын и дочь, оба пенсионного возраста. Завещание оформлено только на сына. На какую часть дома можем претендовать мы с мамой? Мама как дочь, а как прописанная в доме. И что изменится, если в дом пропишется еще и моя сестра? И что будет, если бабушка изменить завещание на дарственную сыну? С нетерпением и ждут заранее благодарных. Ну, можно ответить сразу, что регистрация на вас ничего не изменит совершенно. Значит, если владельцем является бабушка, она имеет право собственности, она, естественно, распоряжается данным домом. В данной ситуации, если она написала завещание на своего сына, то наследником будет являться сын. Право внуки никакого здесь не имеют. Имеют право на обязательную долю дочь, так как она пенсионного возраста, я поняла, она может претендовать на обязательную долю в наследстве. Внуки, внучки никакого отношения здесь не имеют при живых родителей. Если дом будет подарен, соответственно, сыну, тогда собственником будет данного дома, соответственно, сын, которому дом будет подарен. А право собственности внуки зарегистрированные иметь никакого не будут. Там единственное только необходимо узнать условия, когда они были зарегистрированы, какие условия, как члены семьи, тогда они имеют право только на проживание и пользование, не более того. А собственности они иметь не будут. Спасибо, Ирина Николаевна. Еще вот такой вопрос. Хотят передать квартиру, приватизированную на себя, своей дочери. Что выбрать дарственное завещание, что будет дешевле, если можно коротко назвать? Коротко можно, да. Здесь решает сам владелец. Если он желает быть владельцем до конца своих дней, тогда необходимо писать завещание. Стоимость завещания – это 1100 рублей. Это минимальная, максимальная, там 2000 рублей, зависит от того, какое завещание. А договор дарения здесь, если это простая писанная форма, если квартира целиком, допустим, дарится, там как бы одна цена. Если оформлять дарение в интерьерной конторе, там другая цена. Что сказать, что дешевле в данной ситуации? Ну, наверное, примерно, я сказал, это было бы равномерно. Просто деньги будут платиться потом при наследстве. Здесь продарение платят сейчас, а при наследстве платят потом. Спасибо. Успеем принять звонок. Здравствуйте, мы слушаем вас и ваш вопрос. Говорите. Здравствуйте, я уже частично выслушала вас. У меня тоже такой же вопрос. Вот у меня внук имеет 1 третьего в квартире, но мы хотим с сыном, с инвалидом первой группы, я на пенсии. Да, сына оформить. Как это правильно сделать, и чтобы не очень дорого. Спасибо. Если вы хотите оформить вашу долю, то у вас будет сделка нотариальная. Вам необходимо обратиться в нотариальную контору, предъявить документы и взять с собой обязательно справки об инвалидности. Потому что есть соответствующие льготы. То есть инвалиды первой группы имеют льготы при оформлении договоров. Поэтому у вас сделка будет в любом случае нотариальная, так как у вас доли только дариться будут. Обращайтесь с документами, я думаю, вам дальше там все подскажут. Спасибо большое, Ирина Николаевна. У меня небольшое и маленькое дополнение. По поводу наследования авторских прав, необходимо сделать отдельную передачу с отдельными вопросами. Давайте следующую посвятим, потому что ответ, который я дала, он такой очень быстрый, и, соответственно, до конца я не могу там все рассказать. Поэтому давайте мы в следующую передачу вынесем эти вопросы, чтобы нас девушка услышала. Да, телезрительница, которая дозвонилась по авторскому праву, смотрите следующий эфир. Спасибо, время закончено. Всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok